АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, друзья. И до мной стоит непростая задача за короткое время убедить вас в том, что властность существует. Поэтому я поставил такой заголовок в любви субъективного опыта или отсутствующее сознание. Всё будет очень просто, но несколько метафорично. Есть такое понятие в философии сознания, как «харт-проб», сложная проблема. А нам в истории известно как сложная проблема соотношения ментального и физического. То есть того, что мы чувствуем внутри, о чём мы мыслим, как мы представляем, как мы видим, светах, как мы слышим звуки. И того, на чём всё это происходит, на какой материи. На материи мозга, на материи нашего тела. Эта история давнишняя требует просто запомнить один небольшой термин, который мы используем. Он означает «квалия». Термин звучит как «квалия». Это квалитативное и качественное состояние. Например, если бы у меня в руке было красное яблоко, оно было бы красным, но оно было бы красным много раз помноженное на вашу фазу восприятия, на вашу голову, на вашу концепцию восприятия. Было бы одно красное яблоко, помноженное на всех вас. Эта история с метафорами, она здесь представлена в виде нескольких наиболее известных. Инверсия спектра, каково быть летучей мышью, философский зомби, экспонент «регат» или объяснительный разрыв, приходится использовать английский термин, «комната Мэри». И там дзен-будистский ванах сидит вдалеке, о нем чуть-чуть попозже. Вообще красная нитью дзен-будисту пройдет через мой доклад, и будет понятно почему. И еще одна засекреченная метафора будет дальше, по-моему. В двух словах. Инверсия спектра. Представьте себе, что вы родились с такой странной особенностью, что все красное вы видите как зеленое, все зеленое вы видите как красное. Но только кроме вас об этом в Биле никто не знает, потому что как только вы родились и говорите на родном языке, вам показывают на зеленые елки, говорят, посмотри, зеленая елка, она такая же зеленая, как эта зеленая трава. А почему у тебя сегодня такой зеленый цвет, или сам может быть что-то не так всем? Вы видите, вы слышите слово зеленый, но вы видите изнутри, это все красное. И наоборот. Вам говорят, предположим, красное яблоко, и говорят, покушай, это замечательная красная рука, говорят, отличная красная яблока, вы его едите, но оно у вас видос. Проблема этой метафоры в том, что мы знаем, вроде как, наши внутренние эквалия существуют, но у меня нет никаких гарантий, потому что вы меня сейчас не видите в черном свете или в черно-белом свете, потому что у меня нет прямого доступа к вашему сознанию. И мне приходится лишь надеяться на то, что ваше адекватное языковое поведение отражает ту же самую реальность, что и у меня было. Мы, может быть, присутствуем с вами в одной реальности, но доказать можно друг друга это только толще. Далее. Каково быть летучей мышью? Эксперимент Томаса Наги. Хваля есть или его нет? Мы об этом тоже не знаем. Физика не способна объяснить, я люблю такой термин парадоксальный, каковоинность. Да, вот здесь слово каково быть. Вот каковоинность организма, то есть объективное описание бескомощности с объективными состояниями. Летучие мыши знают, что такое эхолокация изнутри. Мы с вами не знаем, что такое эхолокация. Вы идете на подводные лодки, у вас есть эхолокатор, но ведь наши приборы конвертируют формат эхолокации в визуальный образ. Вы видите, рельеф дна, только на мониторе. Каково испытать эхолокацию в квалиан, вот отсюда, из этой коробочки, из танка своего тела, мы не знаем. Вы не знаете, как из танка своего тела почувствовать электромагнитное поле, хотя оно существует. Вы не знаете, как почувствовать инфракрасное излучение, оно вне диапазона наших ощущений, в следующей мыши знают. Поэтому вопрос о том, каково быть, в принципе, говорит о том, что вроде как есть наше сознание, вроде как есть элементальные содержания, и мы тоже есть. Но мы продолжаем. В философском, там имена философов, в стол критике, где Чалмерс, которые предлагают рассматривать этот трагмент, смотрите, представим себе людей, которые являются зонди, ну как мы с вами. Многие философы считают, что мы с вами только делаем вид, что мы внутри что-то чувствуем, что-то представляем. На самом деле, это всего лишь языковые практики, которые у нас с вами получили родители. А на самом деле, внутри у вас нет ни красного, ни зеленого, ни запаха, это всего лишь договоренность. Вот если такие зомби возможны, которых мы не узнаем, зомби, которые нас обманут, которые выдадут себя за настоящих людей, тогда квали они существуют. Если зомби невозможны, тогда квали они существуют. Кто мне дать гарантию, что он не зомби? Вы сейчас начнете говорить, я есть, я существую, я все чувствую изнутри, я вижу краску, я вижу зеленую. Это отличная языковая практика, которую вас научила культура, вас научили родители, вас научила природа. Да, вы мне просто выдаете правильный язык, но вы мне не выдаете свою квадрику. Двигаемся дальше. Экспонат Рега. Он, в принципе, объяснить и разрыв подводит итог к предыдущим опытам. Описание ментальных состояний не свадимы к самим состоянию. Смотрите, внутривент. Есть следующий эксперимент, комната Мэй. Сидит Мэй, специалист по цветам. Она сидит в черно-белой комнате и всю жизнь читает книжку про то, что такое цвет. А красный цвет такой, зеленый, как она никогда их не видела. Она сидит в черно-белом мире, в черно-белой комнате, с черно-белой книжкой. Но зато у нее полное описание, вся культура, все тексты мира, описывающие голубое, зеленое, оранжевое и так далее. Вопрос. Мэй однажды выходит в черно-белой комнате в цветной мир. Изменится ли ее представление о цветах или не изменится? Ложный вопрос. Ведь она знает все о них. Знание о цветах стопроцентно. Полная база данных. Полная база данных о цветах. Если изменится, Валя существует. Она поймет, каково переживать оранжевость, каково переживать красноватость, упавшую на мой зрачок. Если не изменится, тогда вопрос только в том, о чем мы говорим и какими пользуемся текстами. Наконец, известнейший эксперимент, мысленный эксперимент. Зон Сел, китайская комната. Ну, с компьютерщики знаешь, что на самом деле никакого эксперимента не было. Это всего лишь проблема интерфейса. Представьте комнату, там сидите вы. Вы не знаете китайского языка, но у вас есть отличный членник, в котором расписан великолепнейший алгоритм. И этот алгоритм написывает, какие нужно иероглифы высовывать в окошко, а после этого украшка какие-то иероглифы придут. Китайцы с той стороны комнаты сдают вам в окошке иероглифов в определенном порядке. Вы не понимаете, что у вас написано на листочке, открываете иероглифы правила, понимаете, какие иероглифы нужно высвать обратно и начинаете выдавать. Китайцы с той стороны смотрят, отличная коробочка, она все знает. Они не знают, что вы сидите в коробочке. Им кажется, что коробочка абсолютно адекватно с ними коммуницирует на китайском языке. В то время как это всего лишь книжка правил, которая позволяет вам правильно пользоваться интерфейсом. Ну, как вы понимаете, учебник правил по окошке иероглифов не приводит к пониманию китайского и синтоксис алгоритма не приводит к семантике. Если квалия не существует и вашего сознания не существует, вы не понимаете, о чем вы говорите. Вы просто правильно строите структуры фраз только благодаря, опять-таки, алгоритму культуры и природы. Наконец, есть такой подход, здесь он немножко уже касается, геодель эшербах и дзен. Есть такая книжка, геодель эшербах, ему писал Гуртлос-Кофштадтарской ныри. И так к сознанию подходят как автореферентные, скрученные такой композиции, типа геодель эшербские ленты или как эшербские рисунки, или как баховские фуги, которые повторяют сами себя на сверхморфологических уровнях, от одной фразы до общего текста, ну и заканчивая всем известной геодельской теоремой о неполноте, когда все формальные системы, они не могут быть полны, не могут описывать свою структуру. Дзен-буддисты на это смотрят на все многообразие этих плиточек и сложного синтеза, они на это смотрят как на пустоту. Дзен-буддисты вернулись. И наконец, второе, для чего я собрал себе этот доклад. Теория Дэниела Тенета об отсутствующем сознании, он радикально решает этот вопрос и доказывает то, что у нас нет очень безумных. Работа мозга устроена по принципу биологических автоматов. Там вы видите самопорождающую структуру в фон-неймах, клеточки, которые согласно примитивному алгоритму порождают сам и себя белые движения. Мозг принимает множество параллельных решений на основании культурных мемов. Вот тот самый алгоритм, благодаря которому вы правильно со мной общаете, вы вполне адекватно себе берете, это всего лишь программа, выписанная культурой. А мозг это просто очень хороший параллельный процессор, процессор, позволяющий делать сильные параллельные вычисления. Рецепт супа и идея Бога не более чем шаблон для построения алгоритмов адаптивного поведения. Чтобы адаптироваться к вызову культуры, вам приходится себя вести нормально. Вам приходится себя вести так, как все. Потому что этот код прописан в языке в студенческих и нормативах и в вашем теле. Вы не можете носить что-то, что не похожее под ваше тело. Сейчас холодно и вы одеваетесь тепло. Точно так же в русском языке есть именительная поддержка, и вы их пользуетесь. В него как без одежды. То есть вы понимаете. Ну здесь внизу компьютерная модель вот этих самопорождающих конечных биологических автоматов. Итак, сознание это лишь эффект от нарративных от параллельных вычислений. В чем есть проблема? Чтобы материя не сошла с ума и могла делать эти сложные процедуры, можно бы пришлось создать иллюзию личности. Личность это не некие как это правильно сказать? Это не некое содержание. Личность это не некое свойство организма. Вас не существует. Это всего лишь выхлоп получающийся в результате работы мозг. Кто бы мозг работал эффективно, ему приходится делать множественные наводки. Вы можете вести автомобиль, слушать любимую радиостанцию, ехать в аптеку и говорить еще по телефону. Вы это делаете по ранее на ставь разные цели, разные метки. Вы скажете, но ведь я существую, я каждое утро встаю и выру в себя в зеркало. Я есть. Я ощущаю себя каждый день как вчера и как сегодня. Я как-то ощущаю себя завтра. Этот эффект я существует благодаря нарративам, благодаря повисплыванию. Чтобы материя не съедала с катушек мозга, говорит, расскажу-ка я самому себе историю о самом себе. В вашей памяти откладываются истории с самого рождения до сегодняшнего момента, даже до того, что вы делали вчера, даже то, что вы запланировали на завтра и на это лето. Вы живете с этим отличная библиотека о самом себе. Время-дремени и крылистываете, чтобы не сойти. Вы можете сказать, да, я существую. Ну и наконец, теория славы в мозг. Это такой момент, вы фокусируетесь на моменте здесь и сейчас для того, чтобы сказать, что вы есть. И рассказываете, какую историю как бы со сцены. Вас берут в пучок сценической пушки, вы ходите под софитами, рассказывая себе, окружающим, как будто вы присутствуете, как будто вы есть в этом теме. Вопрос, кого вы хотите обмануть, или кого хочет обмануть ваш мозг, самого себя или его окружающего. То есть, норративный мультитрек, если вы писали когда-то музыку, вы понимаете, что каждый отдельный трек дорожка ничего интересного себя не представляет. Симфония звучит только при правильном сведении этих дорожек, и мозг делает прекрасное сведение и прекрасный мальтик, что даже вы сами верите в то, что вы есть. И наконец, выводы. Молекулярное параллельное вычисление плюс языковые метки. Это основа ваша личность. Хваля, не более чем суждение. Повестование есть адаптивная функция системы. Дальше странный вывод. Горький был раньше, чем Деннет, поэтому Горький молодец. Человек – это система фраз. Вы помните, это демотив из-за инфлима Сангена. Наконец, очень странный вывод. Вы не видите желтый лимон. Дальше. Вы не видите желтый лимон. Согласен Деннету, вы опять не видите желтый лимон. Действительно. Двигаемся дальше. Каково же жить с выводами Деннета? Это совсем парадоксальный вопрос, если мы ответим на вопрос каково. Тогда мы существуем, если это выводы Деннета, то мы не существуем. Личность – это личный персонаж. Как доказать, что нам и кажется, что мы не зомби? Это большая проблема. Мы уверены, что ваша личность не является историей, рассказанной самой себе сложной материи морда. Наконец, сознание как принтер. Ощущение собственного я. Вы скажете, у меня же есть свободная воля, есть свое я, есть обязанность предпосударствовать с близкими предотными, есть законодательная система в результате. Свободная воля – это лишь текст на бумаге реальности, который приняты им согласно двум мощным программам – природе и культуре. Природа – это наше железо, культура – это наш соус. Но знаем ли мы о подлинных причинах нашей ктойности. Каковой на своей комнате – это ктойность. Итак, персонаж, ответственность и чеширский код. Вы не организм, вы не история, рассказанная мозгом, вы личность, персонаж, которого нет, но о котором все говорят. Ответственность за поступки – это лишь показатель значимости того, о чем говорят, но чего не существует. То есть, медленно чеширский код распространяется и исчезает. Наконец, отсутствующее сознание экземпринта. Давайте подумаем о принтере из дженского монастыря. Если сознание – это лишь нарративная иллюзия, то распечатывание пустых листов ничем не отличается от распечатывания листов, заполненных каким-нибудь суперсодержательным текстом. В итоге, пустой лист, молчание, пустоца – это тоже нарративность, это тоже история, это тоже содержание. Последний куанк. Каково не быть личностью, каково же не быть. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.